это у нас 4к 25 кадров в секунду довольно неплохо это 4к ультра 24 кадра появилась жуткая сепия это 2,7 50 цвета уже получше желтого поменьше стало это 2,7 ультра 25 кадров в секунду опять появился желтый почему-то это ультра дает тут желтый цвет у меня какое-то странное деталей забора не видно вовсе это 1340 50 герц ну в общем то совсем не плохо это 1440 25 и такое ощущение что это желтый цвет ужасный это глюки баланса белого зависит от того куда я навел камеру в момент включения там еще что-то на окне странного цвета горит да не видать вот это 1080 50 кадров в секунду видно что жутки знаний появилась цвета вроде тоже не пострадали отлично вытягивает 50 кадров в full hd сейчас попробую еще сотню это full hd 25 1080 cp нету и это круто странно пропадает а нет все нормально с цветами просто он меняется но цвета явно лучше на балконе видно что штука фиолетовая мигает где кто-то что-то гроует и даже кажется детали забора стали быть видны хотя это не точно это 1080 ультра 25 кадров в секунду появилась степия угол конечно ужасно широченный может с этим как-то связано в общем не очень а это 1080 ультра 50 кадров селебра пала и цвета в принципе довольно достойные фига утка все-таки смылась не выдержала меня с камерой нервишки шалят вообще надо сказать мне нравится этот режим о там есть вторая утка еще окей еще не потеряно еще 80 100 кадров в секунду дает конечно очень темную картинку совершенно не приспособлена для полетов по ночам яркость ощутимо меньше разница 50 кадров очень значительная и небо жутко красное это режим 960 50 герц довольно странный режим видно что цвета в принципе нормальные светочувствительность конечно так себе ну и зерно поменьше наверное может быть такой режим и нормальный для съемок по ночам предыдущая ISO было авто не знаю что это значит но видимо она выбирает сама возможность всего доступного диапазона сейчас я поставил явно ISO 6400 такое ощущение что все таки чуть поярче похоже в авторежиме она не выбирает крайнее значение ISO проверим на заборе это 1080 на 25 кадров в секунду и тоже максимальная ISO 6400 буду назвать что это большая разница все равно глазом видно лучше чем камерой вот там вот должны быть детали на заборе светлые и темные участки вот между этими двумя деревьями более светлый справа дерево темный на экране это не видно совершенно сейчас 108025 при ISO 3200 никакой разницы в общем то и не заметно видимо это не то ISO которое я выбираю это не ISO съемки это максимально возможное и может быть оно просто не выбиралось может быть это не было 6400 на самом деле ну вот хотя белый снег на крыше забора не очень хорошо заметен сейчас возможно это и правда более низкое ISO попробуем еще поднизить о да это ISO 1600 темно как у них ничего не видно ISO 1600 не наш выбор так и запомним в принципе снимать тут нечего ну и это 1825 ISO 800 кошмар полный наверное это примерно то же самое что снимает Nebius сейчас проверим его качество для сравнения да, у нас полный и еще раз для сравнения видео 2.7к 25 кадров в секунду для облегчения задачи с максимальным ISO 6400 это вот как раз то что я собираюсь использовать да, есть шум, но и фиг зато хоть что-то видно полоса снега вон та видна и может быть, может быть вот тут будет видно что более светлый участок при просмотре на компьютере это съемка в первом режиме Nebius наверное это дневной режим у меня вот отсюда я начинал съемку Yui посмотрим на это небо посмотрим на эти звезды на землю, на снег на домики на зеленое освещение сейчас уже синее освещение пятерочки фонарь место где была утка дом на нем вон там фиолетовый огонечек горит у Гроверов здесь снег пониже машины стоят не знаю видно их или нет домик забор у забора полоска снега сверху которая должна быть видна дом на самом деле красного цвета забор у забора вот тут прямо по курсу светлый участок так и там мы уже видели от у от у вы что д ну вот